какой на первый взгляд дерьмовый лайфхак в действительности рабочий вязаное фейковое осиное гнездо когда мы связали и повесили эту штуку осы свалили в тот же день так и не вернулись прикол никогда не слышал про такое а чё осы не любят соревноваться они просто сами боятся ос как и остальные записывая что-то от руки ты лучше это запоминаешь да когда учителя разрешили нам делать шпаргалки к тестам я настолько хорошо стал знать материал что лишь изредка чекал шпору именно поэтому за 15 минут до теста я всегда даю своим ученикам возможность делать шпаргалку в итоге они разбивают информацию по категориям в приоритет ставят то что труднее дается иногда я хожу по классу и смотрю что они пишут на карточках которые я им дала если я вижу повторяющиеся ошибки у детей я могу быстро подправить их перед экзаменом плюс такой метод является отличным инструментом обратной связи для меня во время того как вы какаете поставьте небольшой стульчик перед унитазом и вытяните ноги поставив их на него эта тема изменила мою жизнь не думаю что автор трэда в буквальном смысле имел ввиду дерьмовый лайфхак мне всегда говорили что я принимаю все слегка буквально когда тебе хреново подойди к зеркалу и улыбнись улыбка высвобождает молекулы в мозгу которые помогают снять стресс боль и печаль заранее выбирай свою реакцию на произошедшее перед тем как за тебя сделают это твои эмоции я всегда завидовал людям у которых естественным образом получалось реагировать на проблемы вроде я кое-что забыл дома но ничего такое случается со всеми уверен ребята поймут почему я опоздал я начал по настоящему замечать насколько это должно облегчить мне жизнь поэтому я начал пытаться представлять правильную реакцию на ситуации если ты сделаешь паузу то сможешь подобрать нужную реакцию да это вот вполне неплохая и тогда ты не даешь своему тупому мозгу возможность выкинуть что-то дерьмовое на эмоциях я научился делать такую штуку несмотря на то что это казалось невозможным прикол был в том чтобы осознать что я сам подпитываю свои эмоциональные реакции вроде тачка не заводится надо злиться и расстраиваться а что не надо разве ведь я потрачу бабки на починку я выбирал расстраиваться потому что так нужно было но на самом деле я не хотел расстраиваться прислушайтесь к этому человеку другие практики подобные этой также могут реально помочь вам начать жить более счастливую жизнь это я могу сказать по своему опыту одна из таких действительно помогла мне стать счастливее я привыкла к тому что в трудные моменты думаю ну вот так бывает а потом переключаясь на что-то другое такой подход помогает игнорировать неважные и неизменные вещи то на что ты никак не сможешь повлиять в свое время я очень уставала в школе теперь вместо того чтобы считать часы я просто думаю ну вот так бывает после нескольких недель госпитализации мне скоро должны делать операцию за последние четыре месяца я прошла множество обследований и врачи до сих пор не могут поставить мне диагноз но я не злюсь и не расстраиваюсь от этого так бывает и с этим ничего не поделаешь я знаю по опыту что нельзя в мгновение перестроить свое мышление но также знаю по опыту что если вы будете практиковать свое мышление определенным образом она станет для вас естественным перед сном потрать две десять минут на уборку в хате на следующее утро почувствуешь себя намного лучше если не будешь смотреть на весь тот хлам и беспорядок который придется разгребать всякий раз когда я так делаю я всегда забываю об этом на утро когда я просыпаюсь и вижу чистоту мне кажется что ночью пришли волшебные эльфы и убрались у меня дома я поставил себе правило если уборка и все что с ней связано занимает менее пяти минут я должен сделать ее сразу же такие вещи как заправить постель вымыть посуду после еды или кинуть почтовую коробку в контейнер по переработке все это дела которые должны быть выполнены немедленно все что требует менее пяти минут нужно сделать сразу же они откладывать на потом очевидно что если у тебя что-то горит то оставь это до лучшего времени но в целом такой подход помог мне в жизни вырабатывая эту привычку я многократно говорил себе нет не могу отложить на потом должен сделать это сейчас потому что потрачу меньше пяти минут таково правило если ты всегда будешь класть ключи в одно и то же место ты их не потеряешь пока твоя жена их не переложит если что-то нужно сделать то лучше сделать это плохо чем вообще не сделать лучше хоть как-то ополоснуть посуду чем оставить ее гнить в раковине когда в уведомлениях на фейсбуке вы увидите что у вашего старого друга днюха то лучше отправить ему короткое поздравительное сообщение чем полностью потерять с ним связь лучше быстро обмыться в душе без мыла чем вообще не принимать душ кинуть шмотки в корзину для стирки вместо того чтобы убрать ее в шкаф все же лучше чем оставить их разбросанными по полу то же самое про саморазвитие не стремись делать 100 отжиманий 100 приседаний 100 пресса и 10 километров в пробежке и так никогда не начнешь вместо этого просто обойди пешочком свой квартал и сделай что-то одно в день пиши по одной странице своего рассказа и пусть он будет дерьмовым пиши простые забагованные программы рисуй хреново если нет сил то посмотри как ютуберы готовят или чинят тачку или делают макияж или что-то мастерят это может дать тебе мотивацию в конце концов ты перестанешь бояться начать что-то новое впоследствии ты будешь делать то что тебе хочется или нужно гораздо лучше вау о такой теме я никогда не задумывался мне законченному перфекционисту всегда было почти невозможно придать ценность всему что я не делаю в полной мере лучше всех до конца такое мышление приводит к прокрастинации и многие вещи я просто не делаю я много слышал о фразе лучший овраг хорошего но на практике ее все еще очень трудно применить а вот концепция лучше сделать плохо чем не сделать вообще это то что как мне кажется будет работать успешнее в моем случае подумываешь вернуть бывшую вздрочни потом подумай еще раз можно убрать первое предложение и совет все равно будет крутым мне всегда говорили подрочить дважды перед тем как пригласить какую-то девчонку на свидание лол сексуальное образование заметно прогрессировала в мое время все было по-другому не сохраняйте банковскую информацию в интернет-магазинах делать импульсивные покупки намного сложнее если приходится вбивать все пароли и данные своего кошелька если только ты не помнишь все цифры со своей карты в этом случае тебе пиздец а твоя память слишком хороша чтобы забыть что тебе пиздец просто запомни цифры с карты кого-нибудь другого а мне этого не нужно делать я передал все свои данные нигерийскому принцу который взял на себя все мои расходы несколько лет не мог делать импульсивные покупки в тяжелые моменты не спрашивай человека тебе что-нибудь нужно спроси лучше что я могу для тебя сделать и замолчи иногда достаточно выслушать быть хорошим слушателем нелегко перестань ждать паузы чтобы сразу залететь со своей болтовней просто побудь рядом с человеком источник отец дочерей я называю это суперспособностью а может заодно встаешь из-за стола и идешь на кухню ну а может заодно захвати с собой эту тарелку идешь пописать перед сном ну а может заодно и зубы почистим идешь чистить зубы ну а может заодно пройдись по ним зубной нитью выходишь на улицу ну а может заодно вынеси мусор это нелепо звучит но риль работает когда какой-то значимый для тебя человек делает что-то что приводит тебя в замешательство просто представь себе наиболее благоприятное объяснение его действиям и притворить что это правда подожди пока у тебя не будет больше информации прежде чем рефлекторно разозлиться я учитель делаю нечто подобное когда ученик что-то натворил я начинаю со слов что переживаю за ученика а не осуждаю его я узнаю больше о том как дети живут дома какие у них отношения в семье и таким образом у меня получается строить с ними хорошие и доверительные отношения зарядка по утрам реально поможет тебе чувствовать себя лучше весь день в начале будет жопа потребуется месяц или два чтобы привыкнуть а потом если ты пропустишь одно утро то весь день будешь чувствовать себя крайне дерьмово меня это бесит но это правда я начал делать утреннюю зарядку чтобы как раз опровергнуть то что это ненавистная утренняя рутина может улучшить настроение и добавить энергии на день я много лет каждое утро встаю в 4 55 утра все для того чтобы заниматься перед работой потому что уже не могу жить без этого знаете даже если мне придется выйти из дома в 5 утра я готов проснуться в 3 чтобы позаниматься я живу в таких блять ебенях вы себе не представляете у меня два хронических заболевания а чтобы доехать до большинства нужных мне врачей мне необходимо выезжать за несколько часов до назначенного времени много лет назад меня пригласили присоединиться группе чуваков которые по утрам ездят на великах я всегда отказывался потому что они собирались в 6 30 утра пять месяцев назад я все-таки решил присоединиться к ним и теперь меня подсадили на эту тему мне надо вставать в 5 утра чтобы быть там готовым к 6 30 я никогда не был жаворонком но сейчас после каждой поездки я чувствую себя охренительно я думаю что это очень крутой способ начать свой день плюс момента начала этой движухи я скинул около 20 килограмм сам по себе это не дерьмовый лайфхак я всегда призываю людей подружиться с работниками больницы которые приносят вам подносы с едой они будут приносить вам еду повкуснее не придется есть всякую дрянь сделай перерыв когда ты устал от какой-то задачи или дела над которым работаешь я серьезно перешагивай через две ступеньки за раз когда поднимаешься по лестнице сократишь половину времени чтобы подняться на следующий этаж и в то же время хорошенько забьешь ягодицы если ты все время забываешь заперли ты дверь машину какой-то замок сделай что-нибудь глупое после того как запер его это поможет тебе вспомнить если будешь сомневаться я всегда говорю сегодня такой-то день недели и я закрываю дверь на ключ сам момент вспоминания какой сегодня день помогает вспомнить закрыл я дверь или нет или просто выработай привычку каждый раз дергать ручку после того как запер дверь через какое-то время твой мозг сделает это не задумываясь на если она не заперта то ты конечно же сразу ее закроешь так как стоишь прямо напротив с ключами я начала говорить тупо вместо глупо например а я такая тупая или это было так тупо я заметила что таким образом я улучшила свою самооценку я постоянно называю себя ёбаный тупорылой пиздой и моя самооценка настолько глубоко в заднице насколько это вообще возможно вместо этого я должна попробовать называть себя тупой быть милым и благодарным по отношению к людям они сто процентов помогут тебя как только смогут вот это точно охранники в нашем офисе приносят мне еду всякий раз когда я заказываю себе обед а в нерабочие дни если к нам в офис приходит почта я прошу их принести ее и оставить в моем кабинете от которого у них есть ключ однажды мой коллега разнылся что они делали это только потому что я девушка долбан я постоянно готовлю для них печенюшки и спрашиваю об их семьях люди делают хорошие вещи для хороших людей большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши какой на первый взгляд дерьмовый лайфхак в действительности рабочий и не забудь посмотреть наши другие выпуски пока